Виктора Магад Эс Гуарда, спасибо большое за донат, с текстом на запись. В следующем туре с Глебом сможете подкрепиться. Ебать, ты какие-то откопал древние закрома, я не знаю, или что это. А, нет, это что-то свежее. Да ну нахуй. Мы нашли какой-то древнейший этот самый артефакт. Что-будто видео это, ну, оно похоже на очень старое. Времена, когда я был юн. Я наберу своему другану. Спрошу его в коммент, посоветуй мне еды. А он мне ответит, смотри последний выпуск Время Шатвы. Всем привет! На ваших мониторах вновь программа Время Шатвы. Долгое время вы, мои маленькие кулинары, спрашиваете меня о том, где я беру рецепты для моих невероятных блюд. Джордж Буш! Конечно, я шучу, блядь. Все рецепты в моей голове. И сегодня... Нет, это понятно, а как они там оказались-то? Мне, моя голова подсказывает мне, что пора звать нового гостя. В нашей студии, прямо сейчас, мои старые братаны и группа The Hobbit. Блин, ну мы чё, охуели что ли, блядь? Итак, братаны, что же мы сегодня будем готовить? Тебя тут пока, племянный суп. Давай сделаем огромный тур и сэндвич. Тошло! Туровый сэндвич! Без хлеба, при чём поточиться? Там, знаете, как обычно, бухло, сыр, орешки и всё. И, может быть, фруктики какие-нибудь сраные. Для нашего турва сэндвича понадобятся только самые свежие мясные продукты. Бекон! Бекон! Салями! Шведский стол сук! 36 кусков отборного сэндвичевого хлеба! Поясни, да? Листь в салатах! Вкуснейшие помидоры! Маринованные огурцы! Четыре вида сыра! Четыре вида сыра! Какой-то нетуровый получается. И, конечно, дюжины яиц! Дюжины яиц? Блядь, дюжины яиц. А где ты в туре будешь её... Как бы... Почему он туровый называется-то, блядь? Как ты эти яйца превратишь в хуяйти, как мимо? Подождите, а как же сырный соус? Нормально там сырного соуса. Вот и все нужные нам ингредиенты! И мы готовы... Так, сейчас он будет ими кидаться или что? Мы приготовили для вас невероятный туровый сэндвич! Как-то раз очень... Это фархат! Не знаю! Но мы и с вами братанами собрали их в тур! В те годы я был таким же сыпляком, как и вы! И вот в одном из городов нас не покорнил! Так, сейчас! И тогда случилось самое страшное! Нам пришлось готовить самим! Именно тогда я научился готовить этот великолепный туровый сэндвич! Мы должны быть вот так, да? Другой сэндвич отличается от других тех, что каждый участник тура может положить на свой кусок хлеба всё, что вздумывается только ему! Но для любой сэндвич! Туровый сэндвич начинается с куска хлеба! Время на резки! Бекон! Бекон, вы потратите! Поджали, бекутик! Начина! Бля, я не знаю, как бы формат очень агрессивно готовить еду, он такой немного туповатый, как мне кажется. т.е. я как прикола не понимаю. Может во мне блокадные ленинградцы какие-то там проснулись, но просто ну типа в чём шутка-то? Просто едой швыряешься, чё смешного? То есть, типа, если же колец, которому мамка запрещает так делать, посмотрит, он такой, вау, круто, они с едой вот так делают, нихуя себе. Так в целом-то, ну, яйца. Понял. В чём кекс-то? Ой. Так, одну секунду. Так, меня там радует, что мне наконец-то в этот ноут аккумулятор вставят к понедельнику. Бля, господа, донатьте на аккумулятор, у меня, короче... Ну, вообще, я надеюсь, я накоплю, но прикол в том, что то, что я сейчас на стримах собираю, это в аккурат то, что я проедаю в итоге. То есть, у меня есть 4 тысячи, а мне нужно 5 тысяч. Вот. На аккумулятор. Но! Типа, я, допустим, собрал на стриме, хуй знает, пару косарей, но я за день и прожрал эти пару косарей, вот на такие сэндвичи примерно. Вот. Ням-ням. Ладно, чё они сделают-то? Ну чё, как-то за деньгает. Каждый может положить на хлеб своё любимое блюдо! Ну, уже плохо, ладно. Утренний стрим я хотел ненадолго по приколу подрубить, а по итогу дорогие донатеры пришли по кайфу. Бля, они хлеб-то этот хотя бы прожарят как-то пиздато. То есть, сэндвичный хлеб, он охуенин, именно если его, ну, типа, до тостового состояния. Хотя он ещё охуенен тем, что он не портится. Он, типа, плесень на нём почему-то не заводится. Я не знаю, из каких просто ядохимикатов, блядь, он сделан. Но он вообще не портится. То есть, даже в холодильник его можно не класть. Ну, наверное, есть смысл, но, блядь, даже нет смысла, как будто. То есть, чуть-чуть подогреть его, или в холодильник положить, на всякий случай. Чуть-чуть подогреть либо в микроволновке, либо на сковородочке ещё лучше, чтобы он такой был, типа, чуть-чуть хрустяшкий. Охуенно тебе. Ну, как это жрать-то потом, блядь, на зарвеебало такое? Блядь, трясня. Да всё, блядь, заебали, кармел. Блядь, там клея, что ли, налили? Или чё это, блядь, такое... А, это горчица. Ёбка, блядь. Слушай, ну, сужу, сужу, блядь, только с ним, сука, блядь! И теперь наш дуровый сынвич отправляется в духовку! Бля-а-а-а-а! Ну, это ж кал получится полный, фу-у-у, блядь! Типа... В духовке заеб... Ну, короче, горячим, из того, что они там понабрали, горячим заебись. Вся вот эта мясная или полу... Ну, короче, из... Короче, чего там делают? Колбасу и ветчину, я не знаю, из... Говяжьего дерьма смешанного с говяжьими костями, короче, И с соевым... Соевой стружкой какой-то. Ну, неважно. Всё вот это типа мясное, вот оно заебись подогретым, в принципе. Или, ну, можно греть, можно не греть. Колбаса, там, ветчина, бекон. Беконок, конечно, надо сделать как бы подогретым. Это охуенно. Вот. Бля, соусы... Тёплые. Это будет полная мерзость. Помидоры подогретые, будет полная хуета. Лист салата горячий, тоже хуятище редкостное. А, ну, хлеб тоже можно подогреть. Хлеб и мясо можно подогреть. Помидор должен быть холодный. Лист салата должен быть холодный. Соус должен быть холодный. Там, огурчики должны быть холодные. То есть сейчас это... Ну, я не знаю, это... И не рецепт, и не ролл, и хуй знает. Ну, залог, короче, получится полное невкусное. Время живот вылет! Блядь, они ведь едят эту хуйню, пиздец. Вот ты, блядь! А, ну сыр заебись ещё, в принципе, тоже. Сыр можно подогреть. Когда хочешь жрать, об эстетике разговора нету. В принципе, да. Блядь, жрать хочу, сука, теперь, пиздец. Надо сольничный хлеб пойти купить. Эстетики разговора нет. Куревый сын. О, блядь! Время жрапы! Вот и подошло к концу очередное время жрапы! Не, ну, блядь, у нас тур был, конечно, просто до обледенения, как бы... Нет, не обледенение, типа, от слова лёд, а до обледенения зажратой в этом смысле. То есть мы ходили точить хавчик, либо, блядь, в отелях на шведский стол. Стоу. И я, кстати, влог никак не демонтирую. Когда демонтирую, там будет в одном, видно, я обзор сделал небольшой на шведский стол. Типа, пизда там. Либо, ну, не знаю, самое, типа, худшее, это в столовой на заправке мы ели. И то, ну, это, типа, не худшее, это самый, как бы, бичарский такой вариант, грубо говоря. Ну, там, блядь, за 80 рублей пиздатый салат, компот, не знаю, просто кайф. А так мы вообще в какие-то, типа, рейстики ходили, там, ну, суши, пицца, или нормальная еда даже. Похуй. Подписывайтесь на наш канал, ставьте мне нравится, а также добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Увидимся в следующей неделе. Охуевший. Да, а, ну, в гримерке, то, что было в райдере, там, в принципе, ну, ничего в плане такой еды прям особо не было. Ну, были чисто фруктики, хуюктики, ягодки какие-то, поебень, такая вот всякома. Радбул. Виктор, спасибо большое. Веганский металл. Блядь, соевый порич. Веганский металл на запись хттпс двоеточие слеж. Спасибо большое за донат. Сука, сам Вэй миллиард лет не ел, кстати. Долгое время вы, мои маленькие кулинары, спрашивайте меня, где же я беру рецепты для своих невероятных блюд. Джордж Пуш, ключевые решения. О, мама! Тихо, подожди, съезжает, съезжает, сука. Да хуел, что ли? Да что такое? Овал? Блядь. Ох уж этот ранний ютуб, когда просто любой чуть-чуть ебанутый чел, хоть немного какой-то такой, либо веселый, либо харизматичный, творящий полнейшую тупейшую хуйню, мог просто стать очень популярным. Верните это золотое время. Да нахуй сани-то, а коней надо воровать и золотом. Ну хузе, я, короче, не фанат... Как вы, как вы, как это, блядь, назвать-то? Агрессивных... Фуд, блядь, дрочилень. Вот. Но, честно говоря, сэндвич я бы сейчас въебал вообще от души бы с радостью. Даже такой. Пол vagyis! По synchronизую.